Девушки отдыхают Два российских так называемых полицейских из Бурятии, которых приговорили к 18 годам строгого режима, подписали контракты с Министерством обороны РФ и уехали убивать украинцев. В переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Нам нужны наши русские герои. Не надо не бояться их создавать. Надо их показывать, надо о них говорить. В 2022 году Дмитрий Истомин и Евгений Инкин поехали отдыхать с тремя девушками. 17-летней Евгенией Шикуновой, 18-летней Екатериной Патыюк и 15-летней Екатериной Пономаревой. Они пили спиртное в ходе застолья, между ними произошла ссора, после чего сотрудники МВД убили старших девушек топором. Прямо как их коллеги из Улан-Удэ, которые изнасиловали и обезглавили двух несовершеннолетних. Это героизм в степени гениальности. Подозреваемых в деле не было, но в 2019 году оставшаяся в живых Пономарева рассказала, что в день убийства поехала вместе с силовиками и погибшими отдыхать на природу. По ее словам, тогда Патыюк в шутку сказала, что больна венерическим заболеванием, а Инкин разозлился, так как ранее имел с ней интимную связь. Потом девушка пошла в туалет. Отойдя от знакомых, она услышала, что Шикунова и Патыюк кричали, говоря о страхе боли. Она не стала возвращаться, пишет медиазона. Позже женщина рассказала, что через несколько месяцев после убийства Инкин попытался утопить ее в озере вместе с милиционером Александром Поповым, но отвлекся и не завершил начатое. Теперь насильники и убийцы в новых погонах занимаются тем же в Украине, а вскоре вернутся домой и смогут продолжать насиловать и рубить малолетних россиянок. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить России. Они получили помилование от Путина и добро на совершение новых зверств. Вот у кого стоит учиться, вот кто главный герой. Но на самом деле наши военные-то великие герои. Как в армию попал? В колонии. Нанесение тяжких телесных с летальным исходом. Татья 105-я. Убийство. Татья 105-я. Часть 2. Убийство. Убийство. Статья 105-я. Убийство. 105-я. Часть 2-я. 105-я. Один. Убийство. Это Денис Горин. Денис дважды судим за убийство четырех человек. Двух своих жертв он съел. В последний раз его приговорили к 22 годам тюрьмы особого режима. Отсидев пять лет, Денис поехал воевать в Украину. Сейчас он в больнице после ранения, но уже помилован лично Владимиром Путиным. И как вылечиться, будет абсолютно свободен. Это стенд погибших в Украине, который размещен в одной из библиотек Иркутской области. Среди прочих погибших журналисты обнаружили Григория Ставрова. Он в 2018 году был осужден за угон автомобиля и жестокое убийство. Также на стенде Алексей Мороз и Андрей Рубан. Они в 2020-м были осуждены на 14-15 лет за разбой и убийство. Под стендом вы можете увидеть красноречивый слоган «Героями не рождаются, героями становятся». Это Дмитрий Татьяненко. В 2015 году он вместе со своим другом Дмитрием Гостюхиным наспор убил лопатой случайного человека, отца троих детей, и утопил его тело в болоте. Преступление случайно раскрыли в 2021-м и посадили Татьяненко на 17, а Гостюхина на 14 лет. Всего год спустя оба арестанта уехали воевать в Украину. Гостюхин сейчас помилован и находится на лечении. Татьяненко погиб под украинским бахмутом, и теперь в родном селе планируют поставить ему памятник. В том же селе, где он совершил убийство. Родственники жертвы, герои СВО категорически против, но их никто не слушает. Вот эти последние два дня одно и то же видео. Вот эти герои СВО погибшие, их жены в кителях, какие-то там фотографии. То есть я о мертвых ничего говорить не буду, они уже умерли. То есть при этих всех обстоятельствах я не хочу это все комментировать, понимаете? Но комментаторов 3000 штук, герои России, терпение, вам сил, гордимся. Вы вообще что ли, вы ненормальные, вы не понимаете, какой он герой России? Он из Ханты-Мансийска, приехал куда-то там под Запорожье. Какая родина? Где его родина? Его родина в Ханты-Мансийске. Что он делал в чужой стране с оружием в руках? Какой он герой России? Вы себя так успокаиваете? Или что? Или она думает, вот эта жена, там мать, которая на себя китель надела, медали, жены героев СВО. Да вы придете домой, вы же все прекрасно понимаете. Вы же прекрасно понимаете, ваша совесть, она никуда не девается. Вы всегда останетесь наедине со своей совестью. И сколько вы не будете от правды прятаться, правда, она вам, понимаете, вот здесь вот в затылок дышит, и вам надо будет смелости набраться и в глаза посмотреть когда-то. Не сегодня так завтра. Вы понимаете, что в истории они навсегда будут оккупанты. Не придумала для них история другого названия. То есть если вы хотите сравнить с украинцами, украинцы на своей земле, они защищают своих жен, своих детей, своих матерей. А тот, кто сюда приехал из конца Мансийска и погиб, то он просто оккупант. И все. И нету другого слова. Как бы вы себе это не называли, сколько бы вы на себя не отевали кителей, медалей, нету и не будет оккупантов. Те, кто стрелял и убивал преступники, точка. Те, кто не убивал, это просто... Добровольцы – это преступники тоже. Люди, попавшие под мобилизацию и лично ни в кого не стрелявшие – это жертвы. И героев в этой войне с нашей стороны быть не может. Ни одного человека, несмотря на то, какой ты орден на него нацепишь, нельзя с российской стороны назвать героем. Война изначально совершенно чудовищно несправедливая, никак украинским народам не спровоцированная и неправедная. С нашей стороны в этой войне нет ни единого героя. Есть преступники, есть невольные соучастники, есть соучастники добровольные, есть оболваненные люди, но это не избавляет их от меры ответственности. Я бы не хотела, чтобы боец Чивака Лагна проводил бы урок мужества у моих детей. Как они думают, когда делают эти пропагандистские ролики, если ты начинаешь войну, которую ты пытаешься выдать за освободительную, при этом не имеешь даже мужества назвать ее войной и выдумываешь какие-то эмфемизмы от спецоперации до хлопка, то пропаганду строить как-то сложно. Можно, видимо, только героически погибнуть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok